РДК, мы видели видео городских боев в Волчанске. Что вы можете сказать о путинской армии, наступающей на этом участке? Это кадровики, мобики. Какая у них тактика? Мясные ли штурмы? Что с вооружением, мотивацией? Это классические мясные штурмы. Участвуют там разные люди. Качество личного состава разное. Специалистов каких-то мы не встречали. Возможно, они были, может быть, где-то там в втором-третьем эшелоне, но на нуле их не было точно. Я имею в виду специалистов разведки, каких-то спецслужб, силовиков каких-то, спецподразделений силовых структур. Это были мобилизованы, это были даже срочники. И было там небольшое интервью. Ребята приезжали, рассказывали им, что сейчас во многих российских телеграм-каналах, посвященных мобилизации, посвященных каким-то жертвам среди армии Российской Федерации, там очень много разгоняется новостей о том, что вот у меня сынок погиб в Волчанске, а ведь он там служил в срочную службу. И это не единичный случай, поэтому срочников было достаточно большое количество. Практика там стандартная, мясные штурмы отправляют достаточно большими соединениями пехоту, которая просто гуляет, и вот где она просочилась, там пытаются развивать успех. Техники использовалось немного, практически не использовалось, как ни странно, хотя мы наблюдали достаточно большое количество техники на Шебекина, но она не задействовалась благодаря тому, что у нас хорошо работала ППЛА-компонента, то есть у нас всегда был воздух, и я так понимаю, они тоже отдавали отчет и старались технику там особо не использовать. Но использовали КАБы стандартно сейчас вполне, то есть если раньше КАБы использовались в виде каких-то одиночных ударов, разнесенных по времени, сейчас они немножко поменяли подход, и они используют сразу серию авиаударов, то есть летит в какую-то точку не один КАБ, а два, три, четыре, то есть сразу серия. А по поводу сдачи в плен, как много их сдается в плен, какое количество именно на этом направлении? Или они не доживают просто до этого, они просто как мясо пушечное? Не так много сдавалось в плен, но так как есть определенная специфика ведение боевых действий в городской застройке, то там в плен, в общем-то, сдаться достаточно сложно. И не так много случаев. С нашей стороны ребята попали в плен не из РДК, а из подразделения Братства. Это, конечно, такие печальные были очень новости, и надеемся, что у ребят все хорошо, и получится их поменять. И я надеюсь, они хорошо себя проявят, что не упадут духом, и мы, в свою очередь, постараемся приложить тоже все усилия возможные для того, чтобы ребят вернуть поскорее на дар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова